Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав. А на заднем фоне легкая засадная конница. Решил я, в общем, добраться до коней и остался от них в восторге. Нет, честное слово, действительно просто охренительный отряд. И стоит мало в плане детства, да и в содержимом. Содержание особо-то неприхотлив, а уж его эффективность... Ммм, это просто божественно. Нет, серьезно. Знаете, у меня как-то сегодня гвардейский отряд... Ой, какой гвардейский, простите. Мой кавалерийский отряд, это который две с половиной звезды, одним чаджем вынес гвардейскую коробочку гвардейских мечников и что-то там еще вот на сдачу осталось, по-моему, получником прошлось и в закат ушел. Представляете, да? Отряд две с половиной звезды. Легким движением чаджа втоптал землю гвардейскую коробку, мечей и что-то там из луков. Я когда это увидел, я просто охренел, у меня челюсть упала. И это я сейчас про базовый отряд коней. А уж что творят более поздние, ну, к примеру, та же самая рыцарская конница, думаю, вы и сами прекрасно знаете. Но суть этого видео в том, что конница на самом деле легкодоступный отряд. Ну, само собой, не на ранних этапах, когда для вас каждая единица меди, это прям что-то... А где деньги? А уже ближе к середине, когда вы активно начинаете юзать ветеранов, или, да, даже уже, может быть, доходите к гвардии, тут-то вам и стоит раскрыть потенциал конницы. И, честное слово, вы реально не пожалеете. Пожалуй, каждый обязан иметь у себя в отряде хотя бы один конный отряд. Ну, туфтология, ну, в отряде отряд, ну, да ладно. Ну, давайте рассмотрим саму кавалерию. Для начала, ну, когда вы откроете кавалерию, обязательно откройте ей мастерство наездника. Все-таки снизить время восстановления чарджа на 20% это вам не кухры-мухры. Далее стоит понимать, что для создания конницы вам понадобится не просто купить оружие, но еще и коней. Купить их можно как на аукционе, так и просто выйдя в свободный мир, найдя, к примеру, конный завод какой-нибудь, и там банально купив коней. Если вы не можете купить коней в конном заводе, потому что он вам недоступен, но он закрыт, вы можете воспользоваться лицензией на добычу, которая абсолютно диаметрально противоположна. Ну, то есть ей реально пофиг, закрыта добыча или не закрыта. Есть ресурс, лицензия на добычу позволит вам ее добывать. Далее, после того, как вы добудете себе коней, собственно говоря, стоит приступить к созданию кавалерии. Стоит отметить неоспоримые плюсы. Хоть там и 18 бойцов, но конница стоит всего 125 лидерств. И это на самом деле охрененно немного. То есть, это сущие крохи. Нет, серьезно, это реально очень мало, и у вас конница будет как затычка. Ну, знаете, вот какой-то отряд на сдачу, но при этом вот с конницей вы будете знать, что этот отряд не просто на сдачу, а на сдачу того, чтобы втоптать землю, даже гвардию. Здоровья на старте не так уж и много, да и на самом деле им лучше не торговать. Так же стоит отметить очень хорошую скорость движения, работоспособность на дне. Их урон, их пробитие, это все фигня. Вообще вот на это не смотрится, потому что речь не об этом. Броня у них туфта полная. Рассыпаются, да от чего угодно рассыпаются. Если попадут под дождь стрел, рассыпаются. Под ветеранских мушкетов не дойдут, умрут. Под пики тоже сдохнут. Ну, то есть причин, почему они могут сдохнуть, тьма тьмущая. Но! Грамотно примененный чардж этой кавалерии может изменить вообще исход всего боя. Об этом мы поговорим чуть попозже. Далее, дерево прокачки. Традиционное дерево прокачки делится на два направления. Ну, я имею в виду, традиционно мы будем брать верхнее, а вообще делится оно на два направления. Нижнее, это таки кошерное, что подешевле. Ну, если вам вдруг копеечка-то жмет, то вот нижнее направление снижает стоимость пополнения отрядов. Повышает, кстати, вот еще и урон в городских сражениях. А у нас все сражения проходят в городских практически. Потерю бою снижает, повышает урон носимой пехоте. И, в принципе, делает эту кавалерию очень даже интересной. Но нас интересует сугубо верхняя. Первое, почему? Повышение пробития брони? Да, хорошо, но пофиг. Повышение защиты от проникающего урона? Ну, таки хорошо, но там его так мало, что вы даже не заметите. Но вот клин для нас это первостатейная вещь. Потому что чем плотнее строй при чаржи, тем лучше. Правда, знаете, я балуюсь такой вещью. Когда я собираюсь отправить конницу в чарж, я могу взять даже не клин, а взять по строению линии и развернуть ее вот так вот. Ну, то есть, чтобы клин, как бы, понимаете, им пофиг. Как они повернуты, они все равно могут чаржить и так, и так, и так. И, соответственно, вот представим, что перед нами противник. Если мы поставим в линию, то линия может там и об стену, и от слева, и справа зацепиться. Но если мы эту линию чуть довернем, то чарж уже будет идти вот так вот. Видите? То есть, куда более эффективный, куда более плотнее. Ну, это так, маленькими финтушами. Далее снижение урона от стрелков. И вот это, как ждец, как надо. Ну, чуть-чуть помогает, но все равно не особо спасает. Затем уменьшает время восстановления натиска. Это просто охренительно, потому что время восстановления натиска для нас жизненно важно. Повышает вероятность кредута удара. Это тоже офигенно на самом деле. Повышает урон при натиске. Это таки совсем кощерно. И далее повышает урон при натиске на 22%. Так что, что там уцелеет, нахрен его знает. Также стоит понимать, друзья мои, что конница — это крайне хрупкий объект. И, соответственно, дохнет она от всего. Ну и, само собой, для того, чтобы сделать нормальный чарж на коннице, нужна дистанция. То есть, не надо чаржить конницей в упор. Она не разгонится. Конница — это, ну, знаете, он как трактор. Ну, или даже как каток. Пока он разгоняется, он не опасен. Но когда этот каток наберет крейсерскую скорость, то он реально сомнет все. Вот серьезно, вот эта конница может сшибить просто гвардейскую коробку, вдобить ее в землю, не потеряв ничего, уйти в закат. Да-да-да, я сам сегодня охренел, когда меня эта конница раздавила. После чего я такой, так, блин, слушайте, мне больно. Я так же хочу. Наиболее правильно применять конницу неожиданно. Так, чтобы противник этого не ждал и не подготовился. Стоит учитывать, что конница реально очень хрупкая. Назовем это так, стеклянная пушка. Ну, ведь так это и есть. Конница боится копий, боится мушкетов, боится огненных стрел. Потому что мушкеты ее оглушают при попадании огненной стрелы. Ее поджигают, копии ее давят. Ну, просто не дают ее нормально пройти. Но коробочка не ей по барабану. Вообще любая коробочка прошибается насквозь, даже если это гвардия. Количество юнитов ей по барабану. То есть даже если перед вами там 10 героев, 10 отрядов, вы реально этой конницей сомнете всех 10 героев и все 10 отрядов. Серьезно, вообще даже не замечая. И это я сейчас только о засадной коннице. Но стоит применять их таким макаром. Я вот чаще всего люблю их применять неожиданно. То есть противник подходит к плюсу, начинает его сжать. И тут я вижу, что как раз завязывается собачья свара. Ну, или вот на точке. И вот этот момент вы должны взять кавалерию, незаметно обойти с тыла вот этим стадом. И как? Ну, или можно в лоб. Но самое главное, чтобы бой был завязан, и противник не смог нормально среагировать. То есть самое главное всю эту каву давать, всю эту лавину. Кашем алу. То есть не используйте кавалерию в самом начале на лу-лу. Это так не работает. Дайте бою завязаться. И в этот момент, когда ваша кавалерия просто втопчет в землю вообще все на своем пути, ваши садики скажут такие, «Нихера себе! Нихера себе!» Фу! Серьезно? Ну, я бы так сказал. Потому что когда я видел, как наша кавалерия, знаете, я сегодня наблюдал, как кавалерия ордена, вот, представляете, вот просто такое полотно, шесть героев, куча отрядов, там, мушкеты, гвардия, чего там только нету. И просто кавалерия ордена, зжик, зжик, туда-обратно. Также стоит учитывать, друзья мои, нельзя конницу бросать просто так в бой на В. Сдохнет. Проводите ее, ну, если уж вы не можете сражаться нормально, проводите ее, вот, через F1 или F2, приказанное на построение через отряд врага. Это получается как бы мини-чардж. Без бонуса от чарджа, но они проходят и начинают топтать врага, и периодически его напинывают. И показывают себя действительно годно. Теперь, кстати, стоит отметить, что по поводу пополнения отряда тут все неоднозначно. Вот, к примеру, я провел сейчас бой и полностью потерял кавалерию. У меня она израсходовалась на 3%, и от меня требует одну лошадь. В другом бою я провел бой, у меня кавалерия за один бой потратилась на 23%. Серьезно, реально, вот 23% кавалерии за один бой. Как это работает, хрен его знает, но кавалерия, в принципе, по деньгам выходит не так уж и дорого. Главное просто с литензией и добычей добыть себе сотню коней, ну, а оружие для кавы сами склепаете. Попробуйте, друзья мои. Даже если она вам потом покажется дорогой, дорогой на ранней стадии, вы все равно потом ее оцените. А уж в клане, если вы прокачаете кавалерию по направлению сугубо до середины, до, сейчас я вам даже скажу, чтобы не обмануть, до конных налетчиков, когда вы прокачаетесь до конных налетчиков, вас в любой клан оторвут с руками, потому что конные налетчики, это просто звери. Вот серьезно, ребята, реально, конные налетчики, это как демо-версия кавалерии Ордена. Ну, они послабше, они таки менее бронированные, но таки топчут в землю так же, как и надо. В общем, друзья мои, спасибо огромное за внимание. Буду рад почитать ваши отзывы под этим и другим стримом, также буду рад посмотреть на ваши лайки, на ваши дизлайки, на вашу активность, ёптя, ну, а это все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok